Ко мне приходит мой друг, который занимается очень серьезными вопросами. Он хочет сократить кризисы, войны на планете. Я говорю, слушай, а это можно сделать очень просто. Он говорит, как это просто? Я говорю, слушай, это можно так сделать просто, так просто, что поэтому нам в голову просто не приходит. Есть вещи такие, которые просто заслонены страхом, комплексом, стереотипами. Потому что мы всегда думаем, как это выглядит, а что по этому поводу скажут и прочее, прочее. У нас есть страх, который называется, в принципе, вот этот страх, комплексы и стереотипы, который называется эго, который мешает нам думать ясно и понятно. Он говорит, ну хорошо, хорошо. Что ты, например, можешь сказать? Что это такое простое, что нам в голову не приходит? Как сохранить войны и кризисы на планете? Я говорю, ну вот смотри, это факт, что сейчас очень бурно и интенсивно развивается интернет в мире. Это же говорит о том, что человечество стремится быть целостным. Да, наверное, так. И человек стремится быть целостным, да? Да. Вот я создал метод-ключ, он говорит, да. Я говорю, метод-ключ работает? Работает. Значит, моим словам можно отнестись серьезнее, потому что я тот автор, который создал метод, который работает, а не просто философствует. Можно. Ну вот я тебе расскажу. Я тебе расскажу. В свое время нас пригласили молодых людей, чтобы мы писали программу для развития молодежи в СССР. Там были необыкновенные люди. Там был Женя Королев, который, например, первый МЖК в стране создал из Свердловска. Там был Генн Алференко, который потом создал при Комсомольской правде отдел, который назывался «Социальное изобретение». Там был Володя Тарасов, который известен сегодня тем, что он обучает всех бизнесменов и Сталина. Но там были такие люди необыкновенные, которые что-то в жизни сделали. И вот мы изобретали, изобретали. Мы были в Звенигороде. Нам дали машину. Нам дали секретарь, который мог печатать все, что мы говорим. Мы ждали Мироненко, который должен был через несколько дней приехать. И мы должны были ему рассказать, как лучше жить в молодежи. Все это были новаторы. И возглавлял эту компанию Александр Радов. Известный журналист, который в свое время написал там «Подвижники и ревизор». И Горбачев тогда увидел эту статью в газете и на полях написал, видимо, мне так рассказывали, обратить внимание. И на нас обратили внимание. Вот нас, молодых людей, самых таких лидеров, так сказать, того времени, пригласили. И мы там творчествовали в Звенигороде несколько дней. И вот была такая ситуация, когда никто ни на кого не обижался, как бы кто кого не назвал. Дурак там, идиот там или что. Потому что все были заняты, захвачены идеей. Можно было в три часа ночи в комнату постучать к соседу и сказать, вот у меня такая мысль. Он не говорил тебе, иди отсюда. Ну и сидели, и все работали, все работали, все работали. И создавали эти идеи. А я там был таким человеком среди них, которого пригласили, потому что я тогда занимался очень интересными вещами. Развитием резервных возможностей человека, раскрытием их, развитием талантов, способностей и прочее. И мне иногда даже шутя говорили, когда кто-то очень долго говорил, говорил, говорил. Мне просто говорили, слушай, да замени ему эту пластинку, помолчить, дай другому сказать. Ну это шутя, потому что я тогда гипнозом занимался и все прочее. Но дело в другом. Дело в том, что когда все были приставлены к этой единой цели, они были как бы, как инструменты к месту. И все пылали, жаждой придумать. Придумать, потому что все чувствовали свою ответственность. И каждый был талантом. Я, например, всю жизнь свою мечтал, чтобы был журнал такой для детей. Дети такие вот способные, талантливые. Чтобы их там в этом журнале печатали. Чтобы там какой-нибудь мальчик, который любит в шахматы играть или паять там с паяльником. Чтобы соседи к нему с большим уважением относились. Они называли во дворе там каким-то ботаном или дурачком. Ну, я хотел этим заниматься. И меня знали, и, короче говоря, тоже был в этой команде. И вот, когда мы узнали, что Мироненко так и не приедет, все как-то распалось сразу. И вот ты стучишься с соседу ночью, там, по какому-то вопросу. А он говорит, да дай мне спать, наконец. И стали все искрить между собой. Потому что не было объединяющей такой идеи. То же самое и в стране. То же самое и в мире. Мы все люди, мы все как инструменты. У каждого есть свои особенности. У каждого есть свой характер. Если они проложены к какой-то общей идее, они все работают. А когда нет такой объединяющей идеи, получается такая ситуация, что каждый за себя и там работают. И страх, и инстинкт, и самосохранение, и самоутверждение, и эгоизм, и все прочее. И жадность. Так вот, я своему другу, который пришел ко мне, который занимается вопросами, как снизить кризисы и войны на планете, я ему сказал, все так просто, поэтому нам в голову не приходит. Если ты согласен, что интернет развивается в мире, как факт, который показывает, что есть потребность у человечества быть целостным. Как и у человека есть потребность быть целостным. Но почему бы не создать, например, международную платформу, на которой вот там, как у нас в Венигороде, когда мы писали вот этой талантливой командой какой-то документ важный для нашего общества, для молодежи, вот точно так бы не собирались на этой международной платформе один раз в год хотя бы, как на Олимпийские игры, с тем же интересом, чтобы смотрела вся планета, как раз таки в выдающихся, признанных в своих странах ученых, философов, психологов, художников, режиссеров, актеров, писателей. И чтобы они, сообща, дискутировали на тему глобальных проблем человечества. А я бы в это время как раз таки им давал бы метод-ключ, чтобы сохранить их творческое долголетие. У них было бы два интереса. Первое – собраться. Второе – получить еще такой метод, который сегодня самый лучший на планете. Потому что он такой простой, и потому ему можно быстро научиться, и это просто никому в голову не приходило, настолько он простой. Поэтому он в голову не проходил, потому что все в комплексах, стереотипах, за авторитетами. И вот получалось так, что человек, который бы это все создал, вот такую международную площадку, например, Россия, да, потому что она между Западом и Востоком, ну так исконно получилось, что Россия между Западом и Востоком. И вот эти вот механические соединения, географические, типа Евро-Азии и прочее, но они, как говорится, не очень так синергично работают активно. А вот по сути, если это сделать, то тот человек, который бы это сделал, он бы получил Нобелевскую премию мира. Потому что и на Западе, и на Востоке смотрели бы этот форум международный с таким интересом. Потому что Россия тогда бы стала привлекать интерес, что она делает что-то для человечества, и для Запада, и для Востока, такое необычное, новое, чего раньше никогда не делали. Потому что вот эти все форумы, которые происходят, они либо экономические, либо политические, либо еще какие-то. А мы говорим о совершенно другой структуре. Мы говорим, чтобы собрались именно люди талантливые, признанные в своих странах, и обсуждали глобальные проблемы человечества, и чтобы государство на это выделяло столько же средств, что очень важно. Ну, не столько, сколько на Олимпийские игры, да, допустим, это невозможно, но хотя бы на четверть. Если государство заинтересовано в мире, в мире, чтобы был мир, и чтобы получить финансирование из Запада, из Востока. Потому что главная потребность человечества – быть целостным. А Россия как раз-таки находится между Западом и Востоком. И тут бы как раз-таки исконные чаяния России, о которых говорил Рерих и другие, что как раз-таки есть какая-то миссия у России, повышена между Западом и Востоком. Вот Киплин говорил, Запад и Восток никогда не сойдутся. А Достоевский говорил, душа русского человека открыта всему миру. Что-то есть такое. У нас многонациональные семьи, которые одинаково инстинктивно понимают и западное, и восточное. Потому что западное мышление – это мышление, это свобода внешняя. А восточное – свобода внутренняя. И у человека тоже. Чтобы он был целостный, как и человечество, у него две половины мозга, и они определенным образом согласуются в момент какой-то деятельности целенаправленной. В этой целенаправленной деятельности происходит синергетика, когда весь опыт данного человека соединяется с опытом его дедушек и бабушек, и через это взаимодействие через его генетику с задачами, которые он решает сегодня, получается проникновение в будущее. Когда опыт прошлого соединяется с настоящим, происходит видение будущего, прогнозирование. Собственно говоря, чем и отличается человек от животных, у него есть выбор, и обеспечивается этот выбор. Как вы думаете, что значит у человека есть выбор? Вот мы все время это повторяем. Но кто мне скажет, о каком выборе вообще речь? У человека есть выбор, который заключается в том, что он ищет наиболее простое решение через призму общечеловеческих ценностей. Это то, что называется творческий подход. Я повторюсь. Творческий подход, то есть выбор, это и есть поиск наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. Великий Кант говорил «Звезды над нами и этический закон внутри нас». И Толстой также говорил, что компасом, который определяет верный путь и неверный путь, среди разнообразия, явления вещей, является человеческая совесть. Я сейчас не буду говорить, как закон сохранения энергии двигал эволюцию и развивал эволюцию. Знаете, как это интересно? Когда от животных, это же биороботы, у них программа инстинктов и рефлексов. Выйти на новое качество, качество сознания, а затем и самосознание, самосознание. Когда ты можешь уже в нужный момент управлять своим нервно-психическим напряжением в зависимости от того, какую ты хочешь достичь цель. И вот это самосознание, я хочу сказать, что свободы-то две, это внешнее и внутреннее. И вот когда, например, миллионы людей без денег, а им говорят по внешней свободе, по внешней свободе, которая так получилась, когда им говорят, если ты умный, где твои деньги, конечно, тогда вас, Восток и Запад в конфликте, поэтому возникают и ГИЛы всевозможные и прочие террористы. Но невозможно человеку, но потому что не все же люди бизнесменны. Не все люди бизнесменны, и невозможно их держать по этому вектору, по вектору внешней свободы. Потому что Восток – это внутренняя свобода. Человек Востока, он погружен в себя. И когда он говорит, я свободен, он имеет в виду внутреннюю свободу. А что это такое внутренняя свобода? Это идеал. Это идеал. Вот выбор – это что? В отличие от животных, человек способен к совершенствованию. Он способен к идеалу. А что такое видеть вещи лучше, чем они есть? Это готовность улучшать этот мир. Это не наивность. И вот когда говорят про взрослых людей, что они как дети, имеется в виду творцы, творцы, дети творят, они говорят, устами в одинце глаголят истина, художник такой, прекрасный, он такой искренний, он как ребенок. Не имеется в виду маленькое существо, имеется в виду с той чистотой, чистота души. Он взрослый, у него большой опыт в жизни, а при этом чистота души, как у детей. А у детей же нет еще тех гормонов, которые создают комплексы, которые создают всевозможные зависимости. Нет, ребенок чист от этих гормональных восприятий и прочее, и поэтому он ангел. И поэтому, когда взрослый человек проявляет себя как ангел, свободен от страха комплексов и стереотипов, у него есть выбор. И вот этот выбор творческий, да, не просто механический, ты это хочешь или это хочешь, но чтобы даже сказать, что это хочешь или это хочешь, нужен творческий подход. Так вот, речь идет о том, что человек имеет выбор в отличие от животных. Это имеется в виду искать наиболее простое решение через призму общечеловеческих ценностей. Поэтому, если ты просто будешь искать простое решение, ну, извини меня, отсюда и воль не получал. Через призму общечеловеческих ценностей это есть творство, это есть созидание. А кто не создает, тот разрушает. Да, это есть, собственно говоря, борьба добра и зла. Кто не создает, тот разрушает. И поэтому человек, который бы пошел на то, например, самый-самый-самый главный, который бы создал в стране государственный комитет по психологической защите народов мира и организовал эту международную площадку, и государство бы потратило деньги, чтобы каждый год собирать на этой площадке этих выдающихся людей планеты, самых разных, которые бы совместно решали глобальные проблемы человечества, то и Запад и Восток повернулись бы лицом. Почему? Это же не шуточное дело. Значит, страна хочет этого. Это свежий воздух. И на Западе, и на Востоке люди хотят объединяться. Люди хотят целостности. И человек хочет целостности, и человечество хочет целостности. И вот сейчас интернет. И вот сейчас наступает момент, когда идут глобальные кризисы, потому что один вектор, внешние свободы вызывают сопротивление внутренних свобод. И поэтому две эти свободы должны синергироваться, я думаю, через Россию, потому что Восток сопротивляется западному мышлению материалистическому, потому что первичность материальной ценности, а на Востоке первичность духовной ценности. это две ментальности, две культуры, как две половины мозга. И вот чтобы две половины мозга соединились и Запад и Восток соединился, для этого нужна между ними вот такая международная площадка. И чтобы и Запад и Восток поверили, что Россия это хочет, она должна потратить эти деньги для того, чтобы создать эту международную площадку и приглашать этих людей и обеспечить идею эту творогу. А я, я, который придумал эту идею, я бы дал им еще метод-ключ для сохранения творческого долголетия. Очень жалко, когда такие люди, выдающиеся, и актеры, и композиторы, и художники, которые накопили бесценный опыт, и они уходят. Очень жалко. А я могу это дать, я могу это сделать, потому что я автор-ключа, и многие-многие люди, и инвалиды, и чемпионы мира, и космонавтики этим методом пользуются. То есть, я тот человек, который не просто философствует, говорю, утопию, я тот человек, который создал метод, который работает. И поэтому мои слова, наверное, имеют смысл. Я уверен, что они имеют смысл. Поэтому, если мы создадим такую международную площадку и соберем этих выдающихся людей, то весь мир будет смотреть с удовольствием. Да кому не интересно посмотреть на великого режиссера, который знает весь мир, на великого художника, который знает весь мир, на великого математика, который знает весь мир, на великого спортсмена, которого знает весь мир, и который обсуждает между собой глобальные проблемы человечества. Вот этот форум как раз-таки послужит первым ростом соединения Запада и Востока на новом, качественном уровне. И тогда сократятся войны, тогда сократятся кризисы, потому что появится кристаллизатор соединения. Собственно говоря, это то, о чём мечтали релихи, о чём мечтали все выдающиеся философы, Фёдоров, Сеолковский и все остальные. Кстати говоря, мне этот ключ я создал в Центре подготовки космонавтов. Кстати говоря, всю жизнь я мечтал, когда я вырасту на звёзды, планеты, по мере возраста появляются звёзды, планеты. Это лучше сначала научиться управлять своим мирным психическим напряжением, чтобы использовать самую высшую из энергии, энергию стресса в мирных целях, чтобы перенаправлять её для создания произведений, открытий и федевров. Этому я как раз учу. До встречи, друзья. Так что человек, который может получить Нобелевскую премию, может её получить, лишь бы хватило желания сократить кризисы и войны. И чтобы наши люди жили долго и любили друг друга. Как и хотят все великие люди. И те, которые на кресте, и те, которые рядом с нами. Я думаю, этого хочет всё человечество. Спасибо. Спасибо.